Вашингтон, 3 мая, РИА Новости Микерин был осужден в США в декабре 2015 года на 4 года тюрьмы по обвинению во взятках при раздаче контрактов на переработку российского оружейного урана, который поступал в США по программе мегатонны в мегаватты и использовался как сырье для американских АЭС. Бывший глава аффилированной с Росатомом структуры Микерин в августе признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств, полученных незаконным путем. Микерин возглавлял корпорацию Теном, американскую дочку компании Текснабэкспорт, торговая марка Тенекс, аффилированный с Росатомом. Микерина обвиняли в том, что он получил 1,7 миллиона долларов в виде откатов на предоставление контрактов на вывоз и переработку российского оружейного урана на сумму 33 миллиона долларов. Микерин был арестован в октябре 2014 года. С учетом того, что проведенный в предварительном заключении срок был ему засчитан в счет тюремного срока, он вышел на свободу на несколько месяцев раньше завершения четырехлетнего срока. Микерин как экс-менеджер подразделения Росатома стал вновь упоминаться в прессе США в 2017 году в связи с решением республиканцев начать расследование против окружения Хилари Клинтон по урановым сделкам с Россией. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что семья руководителя предвыборного штаба Хилари Клинтон Джона подъезды нажилась на лоббистской сделке с подконтрольной Росатому компания «Юранюмани». В последние дни в СМИ появились новые сообщения о том, что при заключении сделки в 2013 году были совершены коррупционные преступления, которые прежняя администрация США отказывалась расследовать. Ранее Клинтон уже обвиняли в том, что она могла оказаться под влиянием России из-за пожертвований, полученных ее фондом от основателя «Уранюмани» Фрэнка Джустры. Бустро пожертвовал бывшему президенту США Биллу Клинтону более 31 миллиона долларов после того, как посетил вместе с ним Казахстан и выиграл там конкурс на разработку месторождения урановой руды. Кроме того, в 2008-2010 годах «Уранюмани» пожертвовала Клинтоном в общей сложности 8,65 миллиона долларов. Наконец, в 2010 году Билл Клинтон получил от неназванного российского инвестбанка 500 тысяч долларов за выступление в Москве. По данным СМИ, банк обслуживал сделку по покупке «Уранюмани» раз атомом. Журналисты ряда американских изданий сделали вывод, что в фонд семьи Клинтон могли попасть деньги российского правительства, выплаченные основателем «Уранюмани». В связи с этим ряд республиканцев обвиняли Клинтон в связи с Россией. В частности, сенатор Чак Грасли потребовал выяснить, каким образом Микерин получил рабочую визу в США, находясь под наблюдением ФБР. В материалах дела говорится, что агенты ФБР пытались завербовать Микерина с целью получения информации о высокопоставленных российских чиновниках. Микерин был арестован после того, как отказался от сотрудничества с ФБР. Сама Клинтон обвиняла в связях с Москвой своего оппонента на выборах Дональда Трампа. После выборов в Конгрессе и Министерстве юстиции США началось расследование вмешательства России в выборы, а также связей Трампа с Россией. Причем наличие связей категорически опровергли как в Кремле, так и в администрации.